Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. На 17 тысяч туристов больше. Прошлогодняя планка взята и даже с плюсом. Как курорт подготовился ко встрече гостей на каникулах. Подарки от главы Сочи получил приют «Нечаянная радость». Там живут молодые мамы, оставшиеся без крова. Из Сочи за каникулы вывезли более 4 тысяч тонн мусора. С 1 января за вывоз ТБО отвечает региональный оператор. Всероссийские зимние старты открыли новый парусный сезон, но погода в Сочи расслабиться не дала. Один из главных христианских праздников отметили на днях православные верующие. На Кубани рождественские службы прошли в сотнях церквей и храмов. Митрополит Исидор провел всеночную по традиции в кафедральном Свято-Екатерининском соборе. Вместе с горожанами божественную литургию посетили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев со своей супругой и мэр Краснодара Евгений Первышев. В своем аккаунте в соцсетях глава региона поделился, что Рождество Христово в их семье – один из самых важных праздников. Рождество всегда было для меня одним из главных семейных праздников. Помню, как в детстве ходил на службу с отцом. В этот светлый день от всей души желаю мира и добра каждому. Пусть все ваши желания непременно сбудутся, все планы воплотятся в жизнь. Пусть в ваших семьях всегда царит радость, любовь и согласие. Счастливого Рождества! А перед всеночной службой по еще одной христианской традиции глава края поздравил с праздником владыку кубанского митрополита Исидора букетом из белых роз. В храмах Сочи также прошли божественные литургии. На одной из них в кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира побывал глава Сочи. Ночью для прихожан были открыты двери всех 28 храмов Сочи. В них прошли торжественные литургии. В храме на Виноградной служил епископ сочинский Туапсинский Герман. Прихожанам собора владыка зачитал поздравительное слово патриарха московского и всея Руси Кирилла. Самое главное, конечно же, встретить этот праздник в молитве, в радости и в семейном кругу, чтобы та радость родившегося Господа посетила не только сердца людей, но и мы донесли ее в наши дома и наполнили наши дома миром и счастьем. Торжественную литургию в храме на Виноградной посетил и глава города Алексей Копайгородский. Людей было очень много. Порыв души. Очень хотелось. Здорово со всеми вместе встретить Рождество. Это очень приятно. Это очень светлый праздник. Так как мы православные люди, мы празднуем все праздники, хотя ходим и в простые дни. Потому что сегодня такой праздник обязательно надо и детей привезли. Рождество – это семейный праздник, когда все вместе, все рядом. А для тех, кто не смог попасть на ночное богослужение, утром почти во всех храмах Сочи прошла вторая божественная литургия. По православной традиции вслед за Рождеством наступают так называемые святки – время особой духовной радости. Завершатся они в праздник Крещения 19 января. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Подарки к Рождеству от имени главы Сочи получил приют «Нечаянная радость». Он открыт на территории храма в больничном городке. Принимают туда женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Приют «Нечаянная радость» на Дагомысской рассчитан сразу на 10 взрослых и их детей. Сюда принимают как беременных женщин, так и молодых мам. Все они обеспечиваются питанием и одеждой. С постоялецами работают психологи, юристы, специалисты соцзащиты. Если мамочка после родов, до полутора лет, потом уже настоятельства при администрации общаются и устраивают их на работу. То есть помогают, устраивают детские учреждения. Те, которые нуждаются в школе, их тоже отправляют в школу. И если нужны документы, то есть идет большая социальная работа. Сегодня в приюте живут пять мам с детьми. Специально к Рождеству кризисный центр получил подарки от имени главы Сочи. Полный комплект офисного оборудования для полноценной работы и обучения детей. Я хотела поздравить всех с праздником и пожелать процветанию приюта и нашему храму. Спасибо большое за то, что оказывают помощь и за то, что есть такие добрые люди. Поддержка социальных проектов Сочи по поручению главы города продолжится и не только в преддверии праздников. В Сочи состоялся уже традиционный десятый праздник новогодней елки Тоск-СМ. Здесь собрались дети вместе с родителями, дедушками и бабушками. По замыслу организаторов, все должно было происходить на облагороженной площадке вокруг центральной елки микрорайона. Однако погода внесла свои коррективы. Впрочем, на праздничное настроение это никак не повлияло. Торжество решили перенести в Центр национальных культур истоки. На входе ребят встречали новогодние персонажи – Дед Мороз, Снегурочка, Коза Дереза и Снежный Барс. Они загадывали детям загадки, играли с ними в веселые игры, водили хороводы и даже позволили пошалить и разбросать конфетти. После этого Дед Мороз подарил детям подарки и пригласил всех желающих на концерт под названием «Рождественский подарок». Первым выступил Давид Шторм или, как его еще называют, сочинский Майкл Джексон. Вот уже на протяжении 10 лет он не пропускает ни одну новогоднюю елку на КСМ и всегда радует детвору сладкой ватой. Потом для жителей микрорайона выступили творческие коллективы Центра нацкультур истоки, в том числе ансамбль русской казачьей песни «Звонница». На празднике собрались почти полтысячи человек. Вместе с друзьями к веселью присоединился и 13-летний Артем Логвинов. Праздник ему очень понравился. Здесь и дети радостные, и веселые, и взрослые, и детям развлекаются. Мало где найдешь бесплатно это все. Здесь раздают детям пирожки так перекусить. Мне кажется, это очень хороший праздник. И кто это сделал, очень спасибо ему. Действительно, на новогоднем празднике всех желающих абсолютно бесплатно угощали пирожками и пирожными. Это инициатива местных предпринимателей. У нас подарки для всех детей, у нас угощения для всех детей. Каждому ребеночку мы подарили по шапочке Деда Мороза, чтобы поднять максимальный настроек. У нас профессиональный Дед Мороз, который сегодня порадовал детей. У нас серпантин, у нас мишура, концертная программа, сахарная вата. То есть у нас все для того, чтобы порадовать детей, особенно тех, у которых нет возможности ходить на городские елки, ходить на какие-то мероприятия городские. Мы именно для них организовываем праздник у нас на микрорайоне. А сами местные жители организовали ярмарку игрушек. Бескорыстно делились с тем, с чем собственные дети уже не играют, выросли. Выбрать себе новую игрушку могли все маленькие гости праздника. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочи за новогодние праздники посетила на 17 тысяч туристов больше, чем в прошлом году. На зимних каникулах на курорт приехало более полумиллиона туристов. Они отдыхали в горах и у моря, катались на лыжах, гуляли по побережью, ходили на концерты и спектакли. Ну а для того, чтобы отдых ничем не был омрачен, в городе был открыт оперативный штаб. 524 тысячи. Именно столько туристов отдохнули в Сочи в новогодние праздники. Большинство выбрали Красную Поляну. Погуляли и покатались на лыжах и сноубордах в горах 339 тысяч человек. С их безопасностью и комфортом круглосуточно следил оперативный штаб. До 8 января он контролировал работу всех городских служб. Итог обошлось без происшествий. Ежедневно проходили заседания городского штаба, где подводились итоги, отмечались недостатки, моменты по их устранению. Свыше 30 человек ежедневно мониторили курорты Красной Поляны. И все это приносило свои ощутимые результаты. Гостям города было комфортно и безопасно. У дыху моря выбрали 185 тысяч туристов. Они гуляли по новогоднему украшенным улицам, ходили на концерты, фестивали и спектакли. В городе люди нашли себе мероприятие по душе. Максим Галкин, Максим Аверин, обязательно Щелкунчик новогодний. Это балет, концерты, и рок-опера, и братиславский джазовый оркестр. То есть мы, в принципе, достаточно хорошую программу подготовили. И было порядка, около 80 тысяч человек посетили все эти мероприятия. Больше 8 тысяч человек собрались в новогоднюю ночь на площади Флага. А в городе возобновили традицию празднования главной зимней ночи под открытым небом. На сцене зажигал певец Митя Фомин. На площади царила по-настоящему новогодняя атмосфера. Обширную культурную программу для сочинцев и гостей подготовили все дома культуры. Там прошли новогодние елки. Отдельные мероприятия с Дедом Морозом и Снегурочкой провели для одаренных детей и ребят из малообеспеченных семей. Их поздравлял мэр Сочи и главы городских районов. Эти зимние каникулы точно запомнятся каждому сочинцу и гостю города. Кстати, в этом году курорт посетило на 17 тысяч туристов больше, чем в прошлом. В праздничные дни в Сочи помощь спасателей потребовалась семь раз. Пять раз сотрудники отряда выезжали на бытовые происшествия. Один раз на поиск мужчины в море. По словам очевидца, он видел тело в воде неподалеку от пирса Адлерского вокзала. Работы по поиску утонувшего велись три дня. Сначала из-за шторма и плохой видимости спасатели проводили осмотр вдоль берега, затем водолазы обследовали дно в районе пирса. Акваторию осматривали из катера. И, к сожалению, утонувшего обнаружить не удалось. Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий пожара. На Краснофлотской улице сгорело одноэтажное здание. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Из Сочи за новогодние праздники вывезли более 4 тысяч тонн мусора. Я напомню, с 1 января за вывоз ТБО в Сочи отвечает региональный оператор. В компании «Крайжилкомресурс» сегодня рассказали, каким образом на курорте будет налажена работа с отходами, что будет с тарифами на вывоз и нужно ли сочинцам перезаключать договоры на вывоз отходов. За новогодние праздники из Сочи вывезли 4 тысячи тонн отходов. Цифра достаточно большая, ведь курорт на каникулах посетило более полумиллиона туристов. Без перебоев с вывоза мусора за это время не обошлось. Но представители регионального оператора заявляют, что в самое ближайшее время возьмут ситуацию под полный контроль. В связи с новогодними праздниками, конечно, не успели немножко еще докупить техники. Сейчас докупаем в связи с тем, что были праздники. И будем работать уже в полном объеме. Компания «Крайжилкомресурс» занимается договорами на вывоз ТБО, а сбором и транспортировкой отходов на полигоны в Край, выигравшая тендер предприятия «Профисервис». Сейчас у подрядчика 70 современных машин, купить осталось еще 15. Нам поступает ряд звонков, фотографий. То есть мы владеем ситуацией, моментально реагируем, передаем данные нашему подрядчику в отделе логистики для формирования маршрутов. Когда полностью будет вычищен город, у нас будет стабильная работа по графику с достаточным количеством техники и своевременным вывозом. А на территории бывшего мусорного завода на улице Транспортная через полгода запустят новое оборудование по сортировке отходов и, что важно, их компостированию. Такие линии уже успешно работают в крупных городах нашей страны. На этой линии будет производиться отбор органики автоматически. Эта органика должна засыпаться в ванны компостирования, так называемые, из которого производится компост, ну как говорится, компост-грунт технический для пересыпки полигонов. Новое оборудование позволит на 40% сократить объем мусора, а значит уменьшить нагрузку на дороги при его вывозе на полигон Белоречерск. Что касается регионального оператора, сейчас компания занимается заключением договоров с юрлицами и управляющими компаниями. Но осочинцам перезаключать договоры не нужно. Физическим лицам, населению города Сочи, будет автоматически заключен договор на оказание коммунального услуга. После чего будет направлена квитанция для оплаты. А вот тарифы на вывоз отходов все-таки незначительно повысятся. Сейчас это 249 рублей. А уже в феврале за вывоз отходов придется заплатить чуть более 255 рублей с человека. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 10 января в Сочи небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 2, плюс 4 днем 5-7 градусов выше нуля. Температура морской воды 11 градусов. В Красной Поляне облачно возможен снег. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1 днем 0, 2 градуса выше нуля. В новом году в силу вступило множество законов, часть из которых начала действовать уже с 1 января. Налоги, льготы, рост цен, новые правила маркировки продукта, в парковке машины, даже походы в туалет на вокзалах. Самое важное в нашем обзоре. 1 января поднялись акцизы на вино. С 2020 года акциз составит 31 рубль за литр. С 2021 года – 32 рубля. Акциз на шампанское в этом году будет на уровне 40 рублей за литр. В следующем – 41 рубль, сообщает Лентару. Также закон устанавливает акциз на виноматериалы, которые ранее не облагались налогами. Теперь исключение будет сделано только для тех виноматериалов, которые используются для изготовления дистиллятов. С остальных налог – 31 рублей за литр. Повысилась и ставка утилизационного сбора. Максимально – в сегменте легковых автомобилей. При этом многое будет зависеть от мощности конкретного автомобиля. Для самого массового сегмента машин с двигателем 1-2 литра сбор вырос на 112,5%. По мнению участников рынка, автосалоны вынуждены будут поднять цены. В то же время в Минпромторге не ожидают резкого роста цен. С 1 января туалеты на вокзалах стали бесплатными и для пассажиров, и для провожающих, и встречающих. Это правило распространяется только на те станции, с которых отправляются поезда дальнего следования, а также на все вокзалы Москвы. 1 января в России вступил в силу пакет законов об электронной трудовой книжке. Работодатели начнут передавать в пенсионный фонд сведения в онлайн-режиме. При этом у работника есть выбор – получить электронную трудовую книжку или оставить привычный бумажный документ. Для перехода на новую систему нужно подать письменное заявление. Те, кто не успеет сообщить о своем решении в этом году, смогут сделать это и позже. Однако те россияне, которые начнут официально работать после 1 января 2021 года, уже не смогут получить бумажную трудовую. Еще одно нововведение – нельзя ездить на новых автомобилях без номеров. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер. Автосалоны смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Для вторичного рынка ничего не изменилось. У водителя по-прежнему есть 10 дней, чтобы поставить авто на учет. С 1 января вырос минимальный размер оплаты труда. Правда, всего на 850 рублей, то есть на 7,5%. Теперь он равен 12 130 рублям. В прошлое ушли 50-рублевые выплаты по уходу за ребенком. Они были положены тем, кто растет ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет. Впрочем, если женщина уже получает свои 50 рублей в месяц, отменять правила никто не станет, пока период выплаты не закончится. Но семей, получающих пособие на детей, стало больше. Теперь критерий нуждаемости семей, получающих пособие на 1 и 2 ребенка, увеличится с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума. То есть, если семья получает меньше, чем 2 прожиточных минимума в месяц на человека, выплата им положена. Кроме того, выплаты будут начисляться за первых двух детей в возрасте до 3 лет. А некоторых россиян освободили от части налогов. Студенты или курсанты, ординаторы, ассистенты-стажеры, адъюнкты и аспиранты освобождаются от уплаты подоходного налога при получении материальной помощи, если она не превышает 4 тысяч рублей в год. От уплаты подоходного налога свободны и те, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. НДФЛ не надо будет платить и россиянам, которые предоставляют пострадавшим при терактах, стихийных бедствиях и других ЧАЭС, жилье на условиях аренды, в том случае, если за эту аренду платит федеральный бюджет. С 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров. Они получают на 6,6% больше, а социальные пенсии вырастут на 7%, но с 1 апреля. С 1 января в России начала работать система сертификации органической продукции. Теперь производители больше не смогут называть свои товары «органик» исключительно в маркетинговых целях. С начала года снизилась сумма беспошлиной покупки в зарубежных интернет-магазинах. Теперь пошлинами облагаются товары на сумму от 200 евро. Ранее предел был 500 евро. Вместе с этим ставка пошлины снизилась с 30% от стоимости покупки до 15%. Максимальный вес беспошлиной посылки остался прежним – не более 31 килограмма. Покупатели жилья в этом году защитят от мошенников. Как говорят эксперты, главные уловки аферистов – это поддельные доверенности и фальшивые документы, подтверждающие право собственности. По новому закону, если человек приобретал жилье, основываясь на информации из государственного реестра, он по умолчанию считается добросовестным покупателем. Жилье, конечно, возвращается собственнику. Но если взыскать деньги с мошенников, продавших квартиру, невозможно, то покупатель вправе получить компенсацию из средств федеральной казны. Сумма – не более 1 миллиона рублей. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Парк в честь 75-летия Великой Победы сегодня открыли в станице Марьянской Красноармейского района. Зеленую зону благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В торжественной церемонии сегодня принял участие глава региона. Напомню, в июле прошлого года с просьбой обустроить территорию в одном из микрорайонов станицы к губернатору обратилась Татьяна Тимошенко. Прием граждан Вениамин Кондратьев проводил по поручению президента. Теперь вместо пустыря здесь возвели детские площадки, скейт-парк и спортивную зону. По краю 378 парков, скверов и придомовых территорий благоустроено. Около 20 просто парков максимально сделаны комфортными, красивыми, уютными. Это в первую очередь ваша заслуга, ваша, тех, кто живет в этой станице, ваше неравнодушие, ваше небезразличие к тому, что происходит в окружающей вас жизни. Что здесь было? Совсем недавно был пустырь. И если бы не ваша активность, не Татьяна Викторовна, которая достучалась, может быть здесь и построили пусть красивые, ну дома, либо еще что-то для кого-то. А сейчас для всех. Для всех красивый парк. Также Вениамин Кондратьев поддержал инициативу жителей края о том, чтобы тем зонам отдыха, которые откроются в этом году, давать название в честь юбилейной даты. Зимние старты открыли новый парусный сезон. Сыроссийские соревнования в акватории Югспорта стартовали 5 января. Позади уже три гонки. Накануне их смены не вышли в море. Сегодня же погодные условия позволили провести старты. Продолжит Татьяна Говоркова. Сегодня поднимать морковку и альфу на флагштоке не пришлось. Ветер есть, а значит в море вышли 164 яхты. Зимние старты собрали спортсменов в возрасте от 9 лет до 21 года из 16 регионов страны. Гонки особо привлекательны для юных участников. По результатам этой регаты они смогут принять участие в Кубке яхт-клуба «Сочи». Он пройдет с 24 по 30 апреля среди яхт класса «Оптимист». Кроме того, всероссийская регата дает возможность повысить разряд. Выполнить норматив на первый взрослый и встать в один ряд сильными спортсменами из Ростовской области и Санкт-Петербурга в этом году намерен Егор Сердюк. Я пока что держусь на пятой позиции в общем зачете. Мне надо подняться на третью позицию, это вот прям обязательно. Ну, разряд получить первый, ну и конечно встать на пьедестал, потому что в прошлом году не смог встать на него. Регата проводится в международных классах яхт на двух дистанциях. Первая группа – это «Оптимист», «Зум» и «Кадет». На второй дистанции участвуют переходящие в олимпийский класс, яхты классов 420, «Лазер», «Радиал», «Лазер» 4,7. Ежедневно проводятся не более трех гонок. Сегодня чуть-чуть пожестче погода, температура воздуха 8-9, на воде это порядка 3-4 градусов, достаточно тяжелая погода для организма, голова и руки в основном, потому что костюмы есть хорошие у детей. А на совещании утром сегодня было принято решение. Не стесняясь, тренерский состав, находящийся на воде, может обратиться в судейскую коллегию и попросить откладывания или переноса гонок на следующий день. Финальные гонки и награждение победителей зимних стартов состоится 10 января. Зимой в акватории Югспорта пройдут три этапа Кубка России по парусному спорту. А 29 мая состоится праздник парусов. В море выйдут все классы яхт – от «Оптимиста» до крейсерских. Так, учебно-тренировочный центр по парусному спорту отметит 40-летие с момента основания. Кстати, сейчас центр ждет новых спортсменов в возрасте от 9 до 12 лет. Прием документов в бесплатную секцию ведется до 15 января. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи прошли рождественские старты. Это традиционный рождественский турнир по спортивной аэробике. Пока сверстники отдыхали, эти девочки усиленно тренировались. Новый год начался для них массовым турниром. В Сочи на рождественские старты приехали спортсмены из Екатеринбурга, Иваново, Ульяновска, Новороссийска и других городов. Мы проводим этот ежегодный турнир с той целью, чтобы занять детей в новогодние каникулы, разнообразить их отдых и досуг и подвести определенные результаты их творческому и спортивному росту. Данные соревнования позволяют присвоить массовые и спортивные разряды спортсменам. Чтобы участницы подошли к турниру в хорошей форме, в Сочи для них провели недельный сбор. Тут очень много соперников, но мы не теряемся, мы пытаемся выложиться по полной, ну и претендовать на какие-то призовые места. Рождественские старты – турнир особенный. Здесь грамоты вручает Дед Мороз, а еще каждая участница он приготовил сладкий подарок. Встретиться снова спортсменки договорились летом. В Сочи в пятый раз планируется провести фестиваль спортивной аэробики «Аэросочи». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.